Привет, меня зовут Анастасия Викторовна и сегодня мы с вами рассмотрим пищеварительную систему. Начнем с определения пищеварения. Это процесс механической обработки пищи в пищеварительном канале с последующим химическим расщеплением питательных веществ с помощью ферментов на их составные части. Сам процесс пищеварения состоит из четырех последовательных этапов. Первое, это механическая обработка пищи в ротовой полости и в желудке. Это ее измельчение и смешивание с пищеварительными соками. Второй этап, он происходит с помощью ферментов, происходит расщепление ферментами белков, жиров и углеводов. Третий этап происходит после расщепления, эти соединения будут всасываться в кровь и в лимфу. И четвертый, это то, что непереваренные остатки пищи будут удаляться из организма. Теперь давайте рассмотрим функции пищеварительной системы. Первая, это секреторная функция. Она заключается в том, что железистые клетки, которые образуют пищеварительные соки, содержат ферменты для расщепления белков, жиров и углеводов. Слюны и железы вырабатывают слюну. Железы желудка, поджелудочная и кишечные железы вырабатывают различные пищеварительные соки, а печень – желчь. За сутки пищеварительные железы выделяют до 10 литров пищеварительных соков. Следующая функция – это всасывательная функция. Она осуществляется слизистой оболочкой ротовой полости желудка, тонкого и толстого кишечника. Этот процесс обеспечивает поступление переваренных органических веществ, солей, витаминов и воды во внутреннюю среду организма. Следующая функция – моторная или двигательная функция. Она осуществляется гладкой мускулатурой пищеварительного тракта и обеспечивает жевание, глотание, передвижение пищи по пищеварительному тракту, а также удаление непереваренных остатков. Благодаря перистальтическим сокращениям мышц пищеварительная кашица продвигается то вперед, то назад, то только вперед. Совершая такие возвратно-поступательные движения, кашица постоянно перемешивается. Перемешивание обеспечивает постоянный контакт кишечного содержимого с пищеварительными ферментами. Выделительная функция – это удаление непереваренных остатков пищи и некоторых конечных продуктов обмена. Давай разберем строение пищеварительной системы и рассмотрим, из чего вообще состоит пищеварительный канал. Система органов пищеварения представлена пищеварительным каналом, который состоит из ротовой полости, глотки, пищевода, желудка, тонкого кишечника и толстого, и пищеварительных желез. К ним относятся слюнные железы, печень, поджелудочная железа и железо желудка и кишечника. Стенка пищеварительного тракта состоит из трех слоев – наружного, среднего и внутреннего. Нарежный слой образован волокнистой соединительной тканью, средний – в основном гладкой мышечной, а внутренний образован эпителиальной слизистой оболочкой. Железистые клетки этого слоя выделяют слизь и пищеварительные соки. Теперь рассмотрим каждый орган пищеварительной системы подробнее. И начнем мы с вами с ротовой полости. Ротовая полость – это начальный отдел пищеварительного канала. Образован спереди зубами, губами, сбоку щеки, сверху твердое и мягкое небо. Снизу мышцы, а сзади открывается в глотку. Ротовая полость отвечает за измельчение пищи, вкусовосприятие, смачивание пищи, формирование пищевого комка. Здесь начинается расщепление углеводов. Следующее, что мы рассмотрим при изучении ротовой полости – это строение ваших зубов. Зубы с острыми краями – это резцы и клыки. Они предназначены для откусывания, разрезания пищи. Зубы с бугристой жевательной поверхностью – это малые и большие коренные. Они служат для раздроблений и размельчения пищи. В каждой челюсти взрослого человека находятся 16 зубов, по 8 слева и справа. В каждой половине верхней и нижней челюсти расположены по два резца, одному клыку, два малых и три больших коренных зуба. Последние коренные зубы называются зубы мудрости. Они не участвуют в жевании. Они поздно прорезываются, часто искривлены и быстро разрушаются. У человека два раза происходит смена зубов. Молочные зубы прорезываются у малышей в возрасте примерно 6 месяцев до 2,5 лет. Зубы второй смены – постоянные, прорезываются на месте выпавших молочных зубов после 6-7 лет. А окончательная смена завершается к 14 годам. Постоянные зубы закладываются до рождения, чуть позже молочных. С возрастом изменяются размеры и пропорции лица, характерные для питания. Прежние размеры челюстей уже не соответствуют молочным зубам, и тогда происходит их смена. Зачатки постоянных зубов начинают прорастать, выдавливая молочные. Каждый зуб имеет выступающую коронку, шейку и находящуюся в лунке челюстной кости один или несколько корней. Коронка зуба покрыта твердой эмалью, а шейка – цементом, которые предохраняют зубы от стирания и проникновения микроорганизмов. Основная структура зуба – это дентин. Это плотное, похожее на кость, вещество. Внутри зуба имеется полость, заполнена зубной мякотью, пульпой, в которой находятся кровеносные сосуды и нервные окончания. Язык, занимающий центральное положение в ротовой полости, служит для передвижения пищи в процессе жевания и измельчения, а также участвует в глотании и речи. На нем расположены вкусовые рецепторы. По строению это мышечный орган, который покрыт слизистой оболочкой, богато снабженной сосудами и нервами. Также язык связан с центральной нервной системой, чувствительными и двигательными волокнами, подходящими в составе четырех черепных нервов из двенадцати. В среднем за сутки в ротовой полости слюны и железы выделяют до полутора литров слюны. Слюноотделение начинается еще до поступления пищи в ротовую полость. Это было доказано Павловым в экспериментах с фистулой слюной железы у собак. Фистула – это искусственный канал, ведущий из внутреннего органа наружу. В опытах на собаках проток железы выводился во внешнюю поверхность щеки, что давало возможность собирать чистую слюну, определять ее количество и состав. Заметив, что выделение слюны начинается еще до поступления пищи в ротовую полость, ученый приметил эту методику для исследования условных рефлексов. Павлов установил, что количество и качество слюны зависит от характера пищи. Разная пища действует на один и тот же рецептор ротовой полости, а слюны и железы секретируют не одинаковую по составу слюну. Так, сухая углеводная пища вызывает интенсивную секрецию водянистой слюны. Рассмотрим состав слюны. Первое – это вода. В ней растворяются вещества. Пища увлажняется, что обеспечивает дальнейшее продвижение пищевого комка по ЖКТ и его переваривание. Соли различных кислот – это микроэлементы, катионы щелочных металлов. Они являются буферной системой и позволяют сохранить необходимую кислотность пищевого комка перед попаданием его в среду желудка. Муцин. Муцин – это вещество, которое обладает склеивающими свойствами, что позволяет собрать пищу в единый комок, который затем будет продвигаться по всему желудочно-кишечному тракту. Лизоцин – это естественный протектор, который обладает бактерицидными свойствами. Он способен обеззараживать пищу, а также обеспечивает защиту ротовой полости от болезнетворных микроорганизмов. При недостатке лизоцина могут развиваться такие патологии, как кариес и кандидоз. Опиопарфин – это анестетическое вещество, способное обезболить излишнюю чувствительность слизистой оболочки рта, богатую на нервные окончания от механического раздражения твердой пищи. Ферменты. Ферментативная система обеспечивает начальное переваривание пищи и подготавливает к дальнейшей обработке в желудке и кишечнике. К ферментам ротовой полости относятся амилаза и мальтаза. Амилаза расщепляет сложные углеводные соединения, превращая их в олигосахариды, а затем и в сахар. Мальтаза расщепляет мальтозу – это сложное углеводное соединение. При этом получаются две молекулы глюкозы. Амилаза и мальтаза будут активны в слабой щелочной среде ротовой полости. Проведем качественную реакцию на крахмал. Сначала приготовим раствор крахмала и добавим к нему йод. Мы наблюдаем фиолетовое окрашивание. Затем я отобрала немного получившегося раствора и добавлю к нему свою слюну. Она содержит ферментамилаза, который гидролизирует крахмал до глюкозы. Так как в пробирке крахмал расщепляется, то раствор становится менее окрашенным. А спустя время он и вовсе станет прозрачным. Давайте разберем, как происходит процесс глотания пищи. Пищевой комок раздражает корень языка и происходит рефлекс глотания. Далее по чувствительным волокнам нервов возбуждение достигает глотательного центра продолговатого мозга. И из него по двигательным волокнам тех же нервов поступают команды к мышцам глотки и гортани. При их сокращении мягкое небо поднимается и закрывает верхнюю сообщающуюся с носовой полостью часть глотки, носоглотку. Надгортанник опускается и клапаны прикрывают гортань, а пищевой комок языком проталкивается в глотку. При отсутствии пищи или жидкости, раздражающих рецепторы корня языка, глотание не происходит. Возбуждение центра глотания тормозит рядом расположенный дыхательный центр и активирует центр сердечной деятельности. Поэтому в момент глотания наблюдается рефлекторная задержка дыхания и усиление сердцебиения. Давайте рассмотрим строение глотки. Глотка это полая мышечная трубка, расположенная за полостью носа рта гортани. Она начинается от основания черепа и до шестого-седьмого шейного позвонка. Состоит из трех частей. Это носоглотка, ротоглотка и гортаноглотка. Имеет слизистый, мышечный, образованный поперечно-полосатыми мышцами и соединительно-тканные слои. Функция глотки это проведение пищи. Следующий орган это пищевод. Полая мышечная трубка, которая идет от глотки до 10-11 грудных позвонков. Имеет два сфинктера. Стенки также состоят из трех слоев. Функция пищевода это проведение пищи благодаря перистальтическим движениям. Теперь рассмотрим желудок. Желудок это грушевидное расширение пищеварительного канала в левой части брюшной полости под диафрагмой. Размер его зависит от количества съеденного. Он может вместить в себя до 3 литров пищевой массы, которая может находиться там до 8 часов. Гладкомышечная оболочка желудка трехслойная. Ее активное сокращение обеспечивает продвижение и перемешивание содержимого. Многочисленные микроскопические железы слизистой оболочки вырабатывают желудочный сок. Одни железы секретируют ферменты пепсин или пазу, которые становятся активными в кислой среде. Другие соляную кислоту, а третьи слизь. За сутки вырабатывается до 2 литров желудочного сока. Пепсин разрубает крупные молекулы белка на отдельные фрагменты, то есть аминокислоты или депептиды. Липоаза расщепляет жиры на глицерин и жирные кислоты. Переваривание белков происходит только в присутствии соляной кислоты. Она активирует ферменты. Помимо того, кислота убивает в желудке болезнетворные микроорганизмы. Слизь предохраняет стенки желудка от механических и химических повреждений. В желудке начинается всасывание простых соединений. Отсюда в кровь будут поступать вода и минеральные соли, а также лекарства. Через желудок в составе желудочного сока выводятся некоторые продукты обмена веществ. Мочевина и молочная кислота. Рассмотрим функции желудка. Это депо для пищи. Здесь вырабатывается желудочный сок. Это секреторная функция. Происходит перемешивание пищи. Это моторная функция. Гормоны гастрин, выделяемые отдельными клетками, будут усиливать выработку фермента пепсина и белка муцина для защиты стенок желудка. Из желудка пищевая кашица, которая называется химус, небольшими порциями поступает в 12-перстную кишку. 12-перстная кишка – это начальный отдел тонкого кишечника длиной до 30 см. В нее поступают соки поджелудочной железы и желчь из печени. Печень – это самая крупная железа человеческого организма массой до 2 кг. Она расположена в брюшной полости справа непосредственно под диафрагмой и имеет 4 доли. Структурной функциональной единицей печени являются печеночные дольки. Они имеют форму шестигранника. Клетки печени называются гепатоциты. Они расположены особым образом. Печень получает кровь из двух сосудов. Одна треть всего объема несет печеночная артерия от сердца. Артериальная кровь, богатая кислородом. А две трети приносит воротная вена от органов пищеварения. Эта кровь, богатая питательными веществами, но содержащая также и токсичные вещества. Эта кровь обеззараживается гепатоцитами. Через центральную вену печеночных долек поступает в печеночную вену и оттуда поступает в нижнюю полую вену. Рассмотрим функции печени. Первое – это выработка желчи. Желчи – это густоватая жидкость золотисто-желтого зеленого цвета. В ее состав входят желчные кислоты и пигменты. Главным образом продукты распада гемоглобина – холестерин, минеральные соли и другие. Под ее воздействием жиры распадаются на маленькие капельки и становятся более доступными для ферментов. Также она усиливает перистальтику кишечника и активирует ферменты поджелудочной железы и обезвреживает некоторые микроорганизмы. А еще создает щелочную среду в тонком кишечнике. Вторая функция печени – барьерная или защитная. В толстом кишечнике в результате гнилосного распада белков образуются ядовитые вещества, которые всасываются через слизистую оболочку толстой кишечники в кровь. Кровь оттекает от кишечника по воротной вене и поступает в печень, где эти ядовитые вещества будут как раз-таки обеззараживаться. Третья функция – это то, что печень – это место разрушения отмерших клеток крови, а также это депо крови. В печени запасается примерно 20% крови. Запасание крови в состоянии покоя позволяет снижать нагрузку на сердце, а также поддерживать давление крови в сосудах в случае кровопотерь. Поэтому в состоянии покоя в сосудах циркулирует примерно половина общего объема крови, а в случае необходимости, то есть кровопотери или увеличения интенсивности обмена веществ, кровь выходит из депо. Пятая функция – это участие в обмене углеводов и белков. Избыток глюкозы откладывается в виде гликогена. Ядовитый аммиак превращается в безвредную мочевину. Шестая функция – это синтез веществ, которые участвуют в свертывании крови. Это гепарин, фибриноген и прототрамбин. Печень также участвует в липидном и минеральных обменах. Поджелудочная железа. В полость 12-перстной кишки выделяется по протоку поджелудочной железы панкреатический сок. В поджелудочном соке содержится полный набор ферментов, которые способны расщепить все виды сложных питательных веществ – биополимеров до мономеров. Трепсин и хемотрепсин расщепляют короткие пептиды до аминокислот. Липаза расщепляют жиры до жирных кислот и глицерина. Нуклеазы расщепляют нуклеиновые кислоты до их мономеров нуклеотидов. Амилазы и мальтазы – крупные молекулы углеводов до глюкозы. Ферменты поджелудочной железы сохраняют свою активность в слабой щелочной среде при температуре тела человека. В слизистой оболочке тонкого кишечника расположены многочисленные железы. Они вырабатывают ежесуточно до 2 литров кишечного сока. Это непрозрачная и резкая жидкость. В составе кишечного сока более 20 ферментов, которые расщепляют молекулы белков, жиров и углеводов до простых соединений, которые способны проникнуть из пищеварительного канала в кровь и в лимф. Сам тонкий кишечник имеет длину до 6 метров. В организме он подвешен на выростах задней стенки брюшины, которая называется брыжейка. Она состоит из двух листков соединительной ткани. По брыжейке к кишечнику подходят кровеносные сосуды, лимфатические сосуды и нервы. В кишечнике пища продвигается благодаря перистальтическим движениям или перистальтике, то есть последовательным сокращением и расслаблением гладкой мускулатуры. Давайте разберем этапы пищеварения в тонком кишечнике. Это полостное пищеварение. В полости кишечника под действием ферментов поджелудочного и кишечного сока происходит расщепление полипептидов, углеводов и жиров до более мелких составляющих. Пристеночное пищеварение – это расщепление мелких молекул под действием пищеварительных ферментов, от сорбинованных на микроворсинках слизистой оболочки кишки до моносахаридов, аминокислот, жирных кислот и глицерина. Затем происходит всасывание. Это переход простых веществ через мембрану кишечного эпителия. Всасывание в тонком кишечнике происходит в кишечных ворсинках. Стенка ворсинки образована однослойным железистым эпителем, клетки которого имеют цитоплазматические выросты – микроворсинки. Складки и ворсинки увеличивают внутреннюю поверхность кишечника до 5 метров в квадрате. Каждая микроворсинка покрыта однослойным эпителем. В ней находятся кровеносные и лимфатические сосуды. В кровь всасываются аминокислоты и глюкоза, затем они будут двигаться в печень. А в лимфу всасываются глицерин и жирные кислоты и двигаются в жировое депо. Двенадцатиперстная кишка переходит в тощую кишку, а после тощей следует повздошная. Местом перехода тонкого кишечника в толстый является слепая кишка. Слепая кишка имеет отросток, который называется аппендикс. Он содержит лейкоциты, а также участвует в обмене хлора. Воспаление аппендикса называется аппендицит. Толстый кишечник состоит из слепой, ободочной, восходящей, поперечной, нисходящей и заканчивается прямой кишкой, через которую будут удаляться непереваренные остатки пищи. Процессы в толстом кишечнике следующие. Это вода обратно всасывается в кровь. Под действием кишечной микрофлоры, лакто- и бифидобактерий, кишечной палочки, будет расщепляться клетчатка и будут вырабатываться витамины группы В и К. Происходит движение, образование и накопление каловых масс благодаря сокращению гладких мышц стенок кишечника и обильное выделение слизи, которое облегчает продвижение всей этой массы. Пищеварение регулируется нейрогуморальным путем. Центр нервной регуляции пищеварения это продолговатый мозг. Работу органов пищеварительной системы стимулирует парасимпатический отдел вегетативной нервной системы, подавляет симпатический отдел. В гуморальной регуляции участвует желчь, биологически активные вещества салатов, супов и гормон гастрин, который выделяется группами клеток стенок желудка. Они всасываются в кровь и стимулируют все органы пищеварения. Гастрин действует на железы желудка, он стимулирует секрецию желудочного сока. Секретин действует на поджелудочную железу, усиливая секрецию гидрокарбонатов и выработку щелочного панкреатического сока. И на желудок подавляя секрецию желудочного сока. Гормон ХЦК стимулирует секрецию пищеварительных ферментов поджелудочной железы, а также стимулирует выброс желчи из желчного пузыря. Давайте обратим внимание на эксперименты Бейлиса и Старлинга. Они доказывают как раз-таки гуморальную регуляцию. В первом эксперименте ученые перерезали нервы, которые ведут к поджелудочной железе. В ответ на попадание пищи в тонкий кишечник поджелудочная железа выделяла секрет. Это позволило сделать вывод, что есть иные механизмы регуляции органа помимо нервной системы. Во втором эксперименте ученые взяли часть слизистой оболочки тонкого кишечника и растерли в слабом растворе соляной кислоты и ввели собаки внутривенно. В ответ на это поджелудочная железа выделяла секрет. Таким образом сделали вывод, что регуляция деятельности поджелудочной железы происходит за счет веществ, выделяемой стенки кишки в кровь. Так был как раз-таки открыт гормон секретин. Нервная регуляция желудочной секреции осуществляется на основе безусловных и условных рефлексов. Безусловно, рефлекторное сокращение начинается с момента поступления пищи в полость рта и усиливается при непосредственном раздражении слизистой оболочки желудка пищевым копком. От рецепторов ртовой полости сигналы передаются в пищевой центр продолговатого мозга, а оттуда по парасимпатическим волокнам блуждающего нерва поступают команды к железам желудка. Условно-рефлекторное отделение желудочного сока происходит при отсутствии пищи в пищеварительном канале и вызывается ее видом, запахом, рассказом или представлением о ней. Оно осуществляется по дуге условного рефлекса. От обонятельных и зрительных слуховых рецепторов сигналы передаются в соответствующие сенсорные зоны коры головного мозга. Далее по ранее образовавшимся условно-рефлекторным путям в пищевой центр коры. Из него в пищевой центр продолговатого мозга, посылающий команды к железам желудка. Павлов назвал эту фазу желудочной секреции сложно-рефлекторной, а выделившийся при этом желудочный сок аппетитный. Благодаря ему желудок заранее подготавливается к приему пищи. Сложно-рефлекторное сокотделение было доказано опытом с фистулой и мнимым кормлением. У собаки, выделяемой наружу пищеводом, регистрировали желудочную секрецию, несмотря на то, что проглоченная пища так и не попадала в желудок. Для исследования количества и качественного состава сока, выделяемого в процессе пищеварения желудка, Павлов разработал оригинальную методику изолированного желудочка. Небольшую часть желудка отделяли от остальной, не повреждая связывающие их нервы и кровеносные сосуды, и сшивали в мешочек. Из этого маленького изолированного желудочка через фистулу собирали чистый желудочный сок, а в то время, когда основной его части и в кишечнике протекало естественное пищеварение. На этом у меня все, если у вас остались какие-то вопросы, пишите их в комментарии. Спасибо за внимание, пока-пока!